приветствую вас дорогие друзья с вами игорь герхов сегодня буду тестировать мобильную баню mb15 в качестве отапливаемой палатки вот вся поклажа здесь не только комплект мобиль bmb15 но еще и полутепленный внутренний тент пристежной полк внутреннего тента печка согра в этой коробке вот прежде чем устанавливать mb15 в качестве отапливаемой палатки я сперва установлю полутепленный в этот раз пометую прошлый опыт полутепленный сейчас поставлю здесь на ровное место и закреплю колышками в земле так как он имеет специальные люверсы для крепления и закрепляю так и здесь есть час на полице клеванта с одной стороны ну вот утепленный пол пол 15 у меня закреплен сейчас по всем четырем странам теперь буду осуществлять монтаж палатки мобиль бомб 15 вставляю все элементы в инфурук здесь у меня в карман вставляю в инфурук а может кстати это не совсем правильное решение в начале стелить пол утепленный это может быть когда вот мы используем просто пол тогда нормально а если у нас внутренний тент и к нему пристежной пол наверное имеет смысл установить внутренний тент потом пристежной пол закрепить и потом только поставить уже полутепленный сверху наверно так даже будет лучше и и наверное так и сделаю прикреплен если мы просто в однослойной палатке ночью тогда наверное это сойдет но скорее всего вариант не лучшим образом подойдет моей сейчас ситуации я его полчаса сниму и вначале буду устанавливать внутренний тент внутренний тент вот здесь вот вдоль элементов шпангоутов такие вот везде петли эти петли везде вдоль шпангоутов у палатки вот за эти петли внутренний тент крепится вступлю к установке монтажу внутреннего тента для мобиба мб-15 сам внутренний тент идет в таком чехле внутренний тент мб-15 бежевый достаю его из чехла здесь внутри кстати говоря идет ремнобор лоскутой ткани также идет чехол с пристежным окном пристежным окном кстати говоря из москитной сетки и пластиковое пристежное окно то есть для того чтобы у нас палатка не терялась все свои свойства и мобильные двухслойные бани в данном случае при использовании этой опции можно использовать как двухслойную мобильную баню либо отапливаемую проветриваемую избушку тогда мы можем поставить вот такое вот пристежное окно из антимоскитной сетки ну штатно там естественно заглушка идет я уверен я вместо нее поставлю поскольку у нас отапливаемую палатку предполагается то что зимой будет использовано основе пластиковое окно пристежное так вынимаю сам внутренний тент так в этом чехле у нас элементы каркаса конечно элементы каркаса дверного полотна у нас будут две двери и внутренняя дверь и внешне но потом мы оставим но сейчас я беру внутренний тент собственно говоря буду монтировать его внутри вот здесь окно с заглушкой вот я его сразу сниму окно внутреннего центра тканевую заглушку я снимаю вместо нее ставлю прозрачное пластиковое окно для того что вот эти петли крепежные они должны быть внизу вот внизу внутрь вот это в нижней части потому что они имеют петли для крепления вот эти вот петли крепятся таким вот образом вот как сделано здесь система крючков вот таким образом кстати говоря крючки помечены здесь фирменный логотип мобиба и именно эти крючки именно они при помощи них точнее именно при помощи них осуществляется крепление вот к этим вот петлям на палатке здесь должен быть крючок этот здесь так у нас все идет да все правильно и остальные крючки по четырем сторонам этот здесь а этот вот здесь все я закрепил дальше мы идем по шпангу вот там вот просто крепим этот крючок кстати очень удобно быстро крепится это здорово креплю этот крючок этот вот он будет привязан к внутреннему тенту поэтому дверному узел мне отсоединяем так крючок так крючок так крючок раз два 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 три два три три четыре пять система крест на крест крайняя часть другого шпанга вот у нас закреплены теперь если снимать то только то отсюда все креплю здесь крючок здесь крючок вот раз вот 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 такая вот она мобиба мб-15 с внутренним тентом вот так вот очень просторная двухслойная в данном случае отапливаемая избушка ну и конечно же мобильная баня все это внутреннее выстежное окно у нас в общем такая же система как у палаток R34 R63 здесь вот кармашек чтобы что-то сюда положить очень удобно можно закрыть ну что ж классно отлично соединяем воедино и вставляем где кармашек у нас ага вот карман из пугутка туда надо вот так вставить есть настигнул внутренний герметизирующий клапан внутренний герметизирующий клапан это есть а он вот такой вот не до конца ну да понятно дверном узла и здесь завязки мне надо дверном узла держать я завязываю таким вот образом все Внешний дверной узел устанавливаем. Здесь внутри вот он еще один крючок. Вот так все закрепилось. Фиды МБ-15. А на самом деле двухслойная палатка. Ну что, пришло время приступить к установке пристяжного пола. Сейчас я это продемонстрирую. Пристяжной пол из Тарпаулина для внутреннего тента к МБ-15. Стойка 3,4-3,4 метра. А МБ-15 2,5 на 2,5. Внешняя часть у нас синего цвета. А внутренняя часть такая золотистая. Здесь, в общем-то, система такая же, как у палаток. Роснар M34, M34 M2. Если спешите, то уже нужно ночевать. Можно просто вот так вот оставить как есть и все. Но я сделаю, конечно, все по-правильному. И здесь такая же система скатка, которая демонстрируется при монтаже пола в палатке R34. То есть здесь два плотных шнура. Мы соединяем их воедино, скручиваем и при помощи пуговицы клеванта закрепляем. Так идем по всему периметру. Все отлично. Отличный порт. Под палатка Mabiba MB-15 установлена здесь. Двухслойная теперь с внутренним тентом. Дополнительная опция у внутреннего слоя. У внутреннего слоя тоже устрижное окно на ленте Velcro, текстильные липучки, чтобы обеспечить освещение у этого двухслойного мобильного варианта. Мобильной бани и отапливаемой палатки Mabiba MB-15. Ну и специальная система крепления для внутреннего пола. Система. Первый вариант, когда мы, как я изначально показал, крепим пол цепленный в начале поле не к земле. Наверное, это удобно именно зимой, потому что мы закрепили и у нас пол некуда не делится. Он не будет скользить по снежному покрову. Но также и такой вариант, как сейчас, тоже вполне имеет место быть. То есть я вначале осуществил монтаж внутреннего пола и потом положил пол утепленный. Пойдет. Собственно говоря, все. Наша MB-15 двухслойная, с полом внутренним, растяжным и с полом утепленным. Вот таким вот образом. Завтра при свете еще раз сниму, как это все выглядит. Установка показана. Сейчас сюда искрозащитный коврик. Печку Согра. И все будет по-настоящему. Ставлю искрозащитный коврик. Ножка печки. Еще это грандиозный ливень. Вот как раз и посмотрим. Как раз и посмотрим, как это будет. Печь поставлена на режим длительного горения. Киперолизный режим. В спокойном режиме, как массовый радиатор. Сами в спальниках. И вполне себе нормально. Так. Так. Раскрыл кожух конвектор печи. Согра. Все. Поставил. И здесь чуть-чуть наверх, как обычно. Снимаемся в стойчивости. Крутящий момент. Окно притоку воздуха. Все. Вращающийся диск. Ну все. Установлена печка. Все. Как раз наступили уже такие сумерки. Печь Согра. Внутри Мобиба МВ-15. Со всеми дополнительными опциями. Внутренний тент. Пол пристяжно к внутреннему тенту. Пол утепленный. Пол 15. Окошко установлено. Сама Мобиба МВ-15. В качестве отапливаемой избушки. Для внутреннего верного узла. Кстати говоря. Здесь открывается. Убирается в сторону. Демонстрирую сейчас. Здесь тоже. Открывается на молнии. Убирается в сторону. Вот эти два клапана. Изнутри и снаружи. Убираются в сторону. Получается. Проветриваемая избушка. На геомоклапан мы закрываем. Чтобы насекомые не летели. Вот так вот. Клапан закручиваем. Здесь пуговицы клеванты и петли. Одна петля. И вот вторая петля. Вторая петля. Вторая петля. И вторая петля. Все. Готово. Ну и как видно можно ночевать полностью в проветриваемом помещении. Внутреннее окно тоже можно поставить. Из антимоскитной сетки. И у самой палатки Мобиба МП-15. У внешнего центра тоже есть окошко из антимоскитной сетки. В данном случае у меня просто два пластиковых окна поставили. Ну нормально. Дождь пойдет ночью, поэтому нам так и надо как раз. Так. Здесь дверь я закрепил. Кстати говоря, дверной узел внешнего тента здесь крепится при помощи такой системы. Здесь пришита к тенту петля. Так. Уговорот отстегнул. Все. Дверной узел у нас теперь свободен. Закрываю дверной узел на гермо клапан. Все. На внешнем дверном узле точно так же мы делаем. Так. Клапан скручиваем и при помощи петель и пуговицы клевантов закрепляем этот клапан. Вот у нас двухслойная полностью проветриваемая избушка, отапливаемая избушка и вообще говоря и мобильная баня тоже, но сейчас как избушка. Два дня шел дождь, внутри сухо, хорошо, в общем отлично на самом деле. Пять часов утопилось только в первый день.